Православная церковь подвела нас к дверям Великого Поста, вела в особый круг богослужений, очищающих и возвышающих нашу душу. Архипастыри и пастыри совершают богослужения на путстве верующих. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий в канун Святой Четыридесятницы посетил уникальный храм Святого Иева Многострадального на Волковском кладбище. Это единственная в России действующая церковь, освященная в честь этого святого. Этот храм заложен в 1885 году над могилой почетного потомственного гражданина, купца Первой гильдии, чей торговца Иовы Михайловича Крюкова. Построен храм на средства его вдовы. Таким образом, церковь является собой тип ктиторского храма-усыпальницы. Архитектура храма соответствует традиции русского стиля. Известно, что в этой церкви часто бывал император Николай II, который сугубо почитал святого праведного Иова. Храм никогда не закрывался, работал даже во время блокады Ленинграда. В нем, в большинстве своем, сохранились старинные иконы и убранства. Нынешний приход дорожит наследием прошлых веков и дополняет историю прихода уже современными событиями. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии посетил храм впервые. Владыка разделил радость и глубину молитвы с прихожанами накануне Великого Поста, поздравил всех собравшихся с праздником и обратился к ним с архипастерским словом о покаянии. Мы с вами получили благодать в Таинстве Крещения, постоянно получаем в Таинстве Крещения и часто эту благодать теряем. Почему теряем? Потому что нарушаем заповеди Божии. И за эти нарушения мы с вами также лишаемся двери рая. Потому что рай, для Царства Небесного, это место для смиренных, послушных, любвеобильных и милосердных людей. Поэтому мы с вами должны настраиваться на вот путь сейчас подвига молитвы, поста, покаяния. И все это нужно прикрывать смирением. Потому что опять, если мы совершим эти подвиги, но без смирения, это опять будет неудобно. Владыка также отметил важность места расположения храма – кладбище. А значит, важно за могилами ухаживать, памятуя о воскресении мертвых. Вдохновенные архипастерским словом, прихожане поделились, как готовиться к посту. Я сегодня причастилась к святых христовых таинствам. Попросила Господу, чтобы он меня помог, поддержал, укрепил. Пройти вот этот нелегкий путь, потому что пост строгий, пост непростой. И надеюсь, что с Божьей помощью все это получится. Слава Богу за все. Дивное богослужение прошло в храме праведного и многострадального Иова. Множество старинных икон располагает к покаянию и смиренной молитве. Как раз те состояния, которые нужны нам великим постом. Для молитвы храм открыт ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Субтитры создавал DimaTorzok